здравствуйте друзья помню жил я еще в москве при коммунистах дело было и разговаривал с человеком который был из одессы и человек этот рассказывал там какую-то историю как что-то он там дефицитная приобрел по блату по знакомству иначе говоря и там с какой с переплатой я говорю мы слушаем как-то странно это же по знакомству а что же откуда что переплата но если уже по знакомству ты тот говорит миша говорит он переплата это просто ну как бы цена до этого товара то есть человек не отдает его дешевле но знакомство состоит в том что он тебе его отдал с переплатой он мог бы отдать кому-то еще на всех кто готов переплатить не хватает хотя мы с вами понимаем что в рыночной экономике цена бы просто поднялась да но на всех не хватало поэтому блат это когда тебе дали возможность купить с переплатой и между да и казалось очень странным потому что но вроде цветы делали что-то по знакомству по дружбе там или что-то но ты же не можешь за это деньги брать как-то очень странно и к чему это начал это затравка такая мы живем в соединенных штатах уже много лет и часто бывает ситуация когда человек нуждается в помощи ну то есть нуждается в открытой форме то есть он говорит мне нужна помощь не то что ты можешь можете помочь там да нет нет он приходит он говорит мне нужна помощь вы сами понимаете что вот этот портнов компьютер скул да то есть у нас люди учатся им нужно найти самое сложное им нужно найти первую работу и вы даже себе представить не можете сколько людей придут потом после первой работы когда им нужна 2 3 и даже 5 и скажут ребята мне нужна помощь я уже там три месяца я уже четыре месяца я уже там полгода мне нужна помощь или там на два года уезжал там куда-то помогал папе делать бизнес там не знаю в нижнем новгороде а сейчас я вернулся и мне нужна помощь и когда человек говорит мне нужна помощь вступа услуга на какой значит что-то что-то от тебя нужно в этот момент мы уходим из отношений сугубо рыночных вот там пошел в магазин и купил или там пошел на рынок нашел работу разослал резюме прошел интервью и так далее тогда теперь тебе нужна помощь ты обращаешься к друзьям ты может быть через друзей через кого-то еще знакомых и так далее так далее так далее то есть ты начинаешь участвовать в отношениях вне рыночных и правила игры в рыночных и вне рыночных отличаются отличаются они тем что когда отношения рыночные ты сам принимаешь все решения вот ты говоришь я буду делать так вроде бога делай на здоровье они никто тебе слова не скажет хорошо сделал в там получилось молодец не получилось тоже не страшно ты ты никого не подставил вот ключевое ты при этом никого не подставил теперь если ты участвуешь каких-то отношениях где тебе помогают то ты уже не один ты работаешь в некой команде то ли тебя ведут в этой команде то ли ты там равноправно участвуешь в этой команде но ты не один вот это существенно поэтому когда ты принимаешь решение то или иное ты согласовываешь его с другими людьми в этой команде потому что иначе ты из этой команды выпадает и вот что я наблюдаю очень очень часто на наших студентов естественно что человек приходит вот допустим случай конкретно до чтобы так не расплываться мыслью по древе по древу студент он где-то там в компании на практике параллельно он ищет работу что-то у него не очень там идет он приходит к нам и ну да приходит и говорит вот ребятам помогите что-то у меня не получается ну когда у человека не получается когда он просит помощи у нас вот софия она занимается плейсментом софия начинает обзванивать заговариваться что-то такое там делать где-то можно надавить где-то можно попросить где-то можно там ну не знаю по всякому индивидуальная такая работа в общем короче находится менеджер которого удается уговорить причем команды не очень хочет этого человека то есть менеджер еще давит на команду короче со скрипом там со свистом его берут и говорят в понедельник выходишь в это время где-то он нашел работу то есть сам по себе нашел на рынке и на самом деле когда он просил помочь это просто был обычный процесс там но не обязательно же за две недели работа найти ну ищешь и находишь и вот он переживал пришел за помощью и не никто не говорит что если тебе дали в другом месте лучше так ты не должен туда идти потому что ты кого-то попросил ради бога иди на здоровье но есть вопрос отношений он не сказал нам он не сказал той компании тому менеджеру который ему делал оффер то есть напрягли там какое-то количество людей которые ради него старались в понедельник он не выходит на работу значит начинается выяснение что случилось ему звонит менеджер менеджер звонит софия софия звонит этому парню он еще не очень отвечает там сразу в итоге до него достучались и дозвонились и говорят а что же ты на работу то не вышел он говорит так я в другом месте вышел я я получил работу в другом месте и вышел там ему говорят а что ж ты не сказал никому ты же не один там же целая куча народу бегала старалась крутилась чтобы тебе помочь он гиташа что я кому-то обязан что ли говорит он докладывать я нашел работу и вышел а я здесь здесь не взял что разве я кому-то обязаны чего вы чего это так кипиш то какой подняли и это говорит о том что человек не понимает причем он еще из средней азии и что вообще удивительно потому что люди например из средней азии или там с кавказа откуда от из этих мест они на порядок лучше понимают вот этот аспект жизненный чем например люди там где-нибудь из москвы или там еще откуда-то из большого города где в общем то так как то можно прожить просто так без без того чтобы там знакомые там или что без того чтобы быть в отношениях с людьми которые вокруг тебя и он искренне не понимает значит что дальше получается этот менеджер пишет письмо софии я его прочитал где он ну ему ну то есть он чувствует себя каким-то я не знаю поимели короче его вот он и он пишет об этом обо всем и он говорит я все могу понять он это никаких проблем нет там что человек пошел куда-то где-то может ему интереснее или денег больше еще что-то но настолько чтобы даже не сказать да и он говорит ты мне вообще я когда-то брал у тебя людей говорит мне были замечательные люди но ты мне больше не звони не обращайся я я я не хочу больше с тобой иметь дело значит что получается когда человек я я объясняю механизм человек приходит из-за тебя просит в этот момент когда он за тебя просит он становится как бы должником да то есть ему сделали одолжение хорошо ему сделали одолжение дальше оказалось что этому человеку не надо было делать одолжение этот человек не достоин того чтобы ему делать одолжение когда он приходит и гид мне нужна помощь мне нужно одолжение ему гад а шел бы ты отсюда вось вот вот в этом положении шел бы ты отсюда оказалась теперь софия почему она оказалась в этом положении потому что она помогала человеку которому надо было сказать ошел бы ты отсюда на самом деле и безусловно в следующий раз ему так и скажут тут даже вопросов нет за следующий раз но значит дело в том что вот этот этот менеджер эта компания они может быть там за год бы еще там несколько человек взяли несколько бы судеб несколько бы жизней изменились ну так вот не получается значит другой случай я вам приведу приходит там женщина говорит тоже мне помощь нужна я четыре месяца и тыщу работу не могу найти как она ищет и что она для этого это отдельный совершенно вопрос как бы там тоже не без проблемная женщина но она говорит я значит я смотрю на ее резюме у нее там одна компания потом другая компания и другая компания месяц месяц а та компания где она раньше была первая компания мы ее из школы туда послали то есть вот ее взяли из школы ее хотели перевести на постоянную позицию и очень любили там очень очень им было очень жалко что она уходила они они полюбили девочку хорошая девочка мы все ну она ушла я говорю а чего же ты ушла у тебя тебе же давали постоянную позицию а ногу там было мало денег и там ведь было ручное тестирование я бы разве ты пошла на автоматической ты же тоже наручную пошла она говорит ну да но там вроде компания такая вроде там денег немножко больше я вот так хочу по расширь что на месяца ушла всего месяца на году нам говорили 3 ягод но разве можно три месяца сравнить постоянные позиции Взяла постоянную позицию, работаешь Ищешь себе что-то, подыскиваешь Я говорю, в итоге-то ты что выиграл? Ты 4 месяца уже ходишь без работы Не получаешь ни копейки Я говорю, что ты выиграл? Дальше, значит, выясняется, что Когда она ушла С этого вот, где предлагали Постоянную работу Она нам не сказала ни слова То есть, знаете, взрослый самостоятельный человек Сам принимает все решения Ее куда-то отвели, так, за руку И она не помнит Что ее отвели Для нее это она Она нашла работу, у нее есть вот это Потом она еще что-то нашла Ее на месяц взяли И она приходит снова, и она говорит А мне нужна помощь Я говорю, так тебе же помогли Тебе дали постоянную работу Постоянную позицию С которой ты ушла Но ты определись Или ты сама принимаешь решение Или ты работаешь с нами в команде Если ты с нами в команде Ты не уходишь из того места, куда мы тебя привели Без того, чтобы хотя бы прийти и поговорить Мы бы тебе сразу сказали Что это несопоставимо Что нельзя менять вот это шило Вот на это вот мыло Это же очевидно было То есть, ну пожалуйста Никто же не говорит Принимай решение сам, как хочешь Но принимай сам И ответственность нести сам Или если ты говоришь Ребята, мне нужна помощь Вы понимаете, что вам помогают И вы понимаете, что вы Повязаны этим Вы больше Не самостоятельны в отношении того места Куда вас привели Когда вы следующую работу найдете Сами Вот вы тогда будете Абсолютно самостоятельны А если вас куда-то привели За вас поручились То тем самым Подставлена репутация людей Которые за вас поручили Которые за вас попросили Которые Сказали Это хороший человек Мы за него просим Мы за него ручаемся Надо помочь Да не надо Так получается Потому что Кто станет помогать человеку Зная заранее Что его подставят И это будет удар Его репутации Да ни за какие деньги Никто не будет Я к чему рассказываю Чтобы вы задумались На эту тему И тема на самом деле Очень простая Если мы С кем-то Находимся В каких-то отношениях То есть нам помогают За нас просят Человек своей репутацией Отвечает За то Что с нами будет дальше За отношения И так далее Значит мы уже Не самостоятельные Мы с кем-то В команде И это наша команда Она не против нас Она не станет нас заставлять Делать что-то такое Неразумное Но Когда мы делаем Мы делаем как члены команды А не как сами по себе Или Или ты сам по себе Или ты в команде Сам по себе Делаешь что хочешь В команде Работаешь По правилам команды А не по правилам Сам по себе Иначе у тебя больше нет команды Вот такая интересная история Так Друзья У нас пятница Ой Сейчас я буду стрим Делать Вот мы с вами Прощаемся Солнышко Какое сегодня? Пятница 20 20 декабря Вот все что вы видели вокруг Друзья Это 20 декабря В Кремниевой долине Новогоднее настроение И мы с вами На этой волне И прощаемся Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова